На фестиваль «Наука-0 плюс» съехались разработчики, ученые и гости самых разных уголков Дальнего Востока. Кто-то предлагает поиграть на овощах и фруктах в буквальном смысле, кто-то устраивает таракани бега, а кто-то организует настоящий аэродром в стенах университета. Учитель из Арсеньева Вадим Голуб привез на фестиваль радиоуправляемые авиамодели. Собирает их сам еще со школьных лет. Две недели по четыре часа в день. И 100-граммовая птица готова взлететь. Управление никому не доверяет. Говорит, из-за сложной координации движений неопытные рулевые могут легко повредить модель. Вес любой модели не превышает 100 граммов. Они не представляют опасности для окружающих из-за такого маленького веса. Представлены модели разнообразных, даже нетрадиционных схем и форм. Летающие птички. Просто приехали показать, повеселить народ. Доказать, что не только традиционные самолеты могут летать. Но если к самолетам и привыкли, то вот, например, как повысить результаты тренировок у спортсменов с помощью технологий, не совсем понятно. В выставочной зоне и объясняют, новая система позволяет оценить возможности тела и просчитать эффективность тех или иных его движений. А на соседнем стенде студенты-инженеры презентуют разработки для людей с ограниченными возможностями. Старый протез образца 68-го года позволяет только открывать и закрывать кисть. Пальцы никак не действуют. Этот же протез, он более универсальный. У него возможно движение каждого пальца по отдельности. В дальнейшем будет возможно, на текущий момент, так как это прототип, пока нет реализации, но будет. Асинхронное движение каждым пальцем, причем сгибание пальцев, как у естественной кисти человека, то есть меж фаланговыми суставами. Здесь они реализованы тоже. И вращение, ротация кисти, сгиб, разгиб кисти. На голову надевают специальное устройство, и мозг посылает сигналы. Протез работает. Но мало кто знает, на что еще способен человеческий мозг. Его исследованиям в ученом мире уделяют особое внимание. Александр Каганский, руководитель лаборатории синтетической эпигенетики университета Эдинбурга, говорит, сложные научные процессы нужно объяснять доступным языком. Мы интересуемся миниатюрными процессами, которые происходят в мозгу. Мы еще пытаемся это как-то популяризировать, то есть вообще, чтобы люди думали о том, что происходит у них в мозгу. Мы тоже попытались исследовать способы, которыми можно преобразовать данные, получаемые из мозга, или в реальном времени, или в ретроспективе, в звуковые сигналы. И есть даже музыканты, с которыми мы сотрудничаем, которые нам помогли преобразовать это в симфонию. У них даже музыкальная теория возникла. После 13 лет в Европейском университете Александр Каганский вернулся в Россию за новым опытом. По мнению Каганского, в России можно начать заниматься наукой, но не менее важно посмотреть, как это происходит в других городах и странах. Здорово отпускать студентов и научных сотрудников за границу, давать им там себя, реализовать свои какие-то амбиции, которые у молодых людей обязательно есть. И можно их потом ожидать обратно. Если ты их легко отпускаешь, то они с удовольствием вернутся. Кем станут те, кто сегодня решился принять участие в фестивале? Возможно, мы видим будущих космонавтов или создателей лекарства от рака. Каждый из нас причастен к формированию полезной среды, той самой, из которой потом выходят великие изобретатели и ученые. Мы должны понимать, что мы, как ученые, выполняем заказ общества. И это самое главное. И сейчас молодежь, которая приходит, она уже в этой логике развивает свою голову. В последние годы увеличивается финансирование на науку. Это происходит вот сейчас. Это не только в Академии наук, но и в университетах. Существует много программ, как вы правильно сказали, про возвращение. Их называют возвращенцы. Это те ученые, которые, некоторые из них, не все, решили вдруг отдать долг родине. И это очень хорошо, и для них создаются все условия. У нас в университете работают несколько человек с именами, которые пожили очень долго за рубежом в ведущих университетах мира и вернулись к нам. Фестиваль – это про веселье и атмосферу праздника. Наука, про серьезные вещи и настоящий труд с бессонными ночами. Здесь эти две, казалось бы, совершенно противоположные истории, объединяются и открывают новые возможности. А популяризация науки помогает вникнуть в суть необъяснимых на первый взгляд процессов. Ольга Продан, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.